Торжественное звучание гимна России и около 20 флагов стран-участников. Так прошло открытие международного турнира по теннису Кубы Кремля. 48 юношей и 48 девушек в возрасте до 15 лет, сильнейшие молодые спортсмены мира и стран Европы, а также Казахстана, Таджикистана и США, приехали в Рязань для участия в турнире. Достойной площадкой для проведения соревнований стала Академия тенниса имени Николая Озерова. Для меня этот турнир очень важен. С той стороны, то, что здесь люди приехали из разных стран, то есть можно посмотреть на других людей, то есть как играют в других странах с той же части, как показать себя, проявить свой уровень, может быть. Как отметила заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина, соревнования по большому теннису такого высокого уровня проводятся в Рязани впервые. Но они имеют все шансы стать еще одной ступенью в становлении будущих звезд мирового тенниса. Рязань горда, что она может сегодня принимать на своей древней Рязанской земле международный юношеский турнир Кубок Кремля. На соревнованиях присутствует и руководитель Федерации тенниса России Шамиль Торпищев. Он назвал Кубок Кремля самым значимым младежным турниром в стране. Данная Академия, данный центр – это первый опорный центр, который построен в России по комплексной целевой программе, утвержденный Министерством спорта. Игры в рамках турнира продлятся до 16 января. Вход для всех болельщиков свободный.